Андрей Екубик. В 1979-1984 году Пахтакор команды с учимчиком. Игриманчий язгы Олимпиады бронзы саврундары. Пахтакор команды с Сафыда. Борис от 31 ойн отхазып, ракоплер дару за сеге 70-тен артык топ-крыткян. Как вас команда Пахтакор встретила? Очень доброжелательный народ в Запекистане, в Ташкенте. Просто они вот как бы со всей душой к нам. Все же раньше были знакомы, мы встречались на полях на футбольных, играли вместе. Поэтому нормально. А откуда вот такое прозвище Якубджан? Ой, я не знаю. Это, наверное, на тревонах так как-то. Не прозвище, а просто, наверное, от фамилии. Наверное, это какое-то такое, ну, я не знаю, как бы. Даже не могу сказать как, но просто мне было приятно, когда так сели Якубджан. И так приятно было, кажется. Сейчас за узбекским футболом вообще не следите. Наблюдаете за игрой Пахтакора? Сейчас, к сожалению, нет. Сейчас, да, у нас как-то информации очень так, не очень много. Вот. Ну, и хотя я знаю, что всегда детский футбол в Узбекистане всегда был на очень хорошем уровне. Всегда молодые ребята и очень, как бы, к этому относились очень хорошо. А когда этот вот подарок, который вы получили от Шарафа Рошедова? Ну, это после игры с Митском, когда 2-1 Пахтакор выиграл. Ваш покорный слуга забил 2 гола. И когда пригласили в ложу, где сидели руководство республики, и тогда Шарафа Рошедович поблагодарил за хорошую игру. Было такое радостное у всех настроение хорошее. Вот. И он мне подарил золотые часы. Можете подарить? На Ире. Это какой год был? Это был 82-й. Обыграли и Спартак, и Киевская тоже, и Динамо. И многих грандов советского футбола мы тогда обыгрывали. Ну, и в игре с Жальгересом мы выиграли 3-1. Это, по-моему, второй гол был. Была передача от центра поля по диагонали на крае Шарафной площади. Вайметов сделал эту передачу. Она была метров сорок, она, наверное, летела мячик. И на углу Шарафной, когда прыгал защитник, он не достал этот мячик. И когда он через него перелетел, я с левой ноги, с лета, в дальнюю девятку его и оформил. Это было удачно. Там, там, вы сказали, кто-то спал. Да, там паук спал. Пришлось его разбудить. Он там в девяточке паутинку так сшил. Пришлось разбудить. Так что, было просто удачно так. С течением обстоятельств. Ну, такие голы, да, они в памяти остаются, конечно. После вас стал Марат Кабаев капитаном. Пахтакор. Или вы передали во время, то есть, капитанская повязка Марата Кабаева. Марат вообще очень талантливый всегда был. Как игрок он талантливый. Очень вверху хорошо играл. Скоростные хорошие качества такие. Он здорово играл. Сложился у вас тандем двух нападающих? Ну, он, во-первых, нападающий от Бога. И потом чутье такое голевое у него было. Очень хорошее. Так что, не просто с ним было играть. Анорик Амриев тот был вообще очень скоростным. Не было какое-то ревностное отношение, что он нападающий или кубик нападающий? Нет, тогда у нас это близко не было. Тогда все как бы старались в одну дудку дудить. Да, поэтому такого не было, да. Как все выходили на поле, сразу атмосфера была такая, как бы рабочая, чтобы хорошо сыграть, самое главное. Ваши пожелания народу Узбекистана? Пожелать, да. Во-первых, чтобы, приходя на матчи, свои любимые команды в Ахтакор, или даже в Республике, и в Фергане, пускай это будет, и в Самарканде, приходя на свои любимые команды, чтобы они поменьше разочаровывали своих болельщиков, побольше побед, и как бы, чтобы такой был дух соперничества в Республике, хороший. А Пахтакору Ташкентскому удачи. Удачи. Еще раз удачи. Пахтакор чемпион? Пахтакор чемпион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ФERИКИан